Субтитры делал DimaTorzok 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 В чем они идут не в том порядке Субтитры делал DimaTorzok 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 и именно на них мы ссылаемся из файла DimaTorzok Один файл у нас сделан для библейских цитат второй файл для всех остальных цитат Давайте посмотрим, как размечаются разные виды цитат В первый случай, когда у нас точная цитата Здесь все просто Самая базовая разметка начало и конец цитаты и указание адреса, откуда она цитат с помощью атрибута Сурс Если цитата у нас видоизмененная, мы вводим дополнительный атрибут «type» и указываем для него значение «modified» То есть так можно понять, что какие-то отклонения от исполненного текста И третий вариант у нас были аллюзии, соответственно, мы для атрибута «type» вводим значение «alusion» И даем указание на весь тот фрагмент текста, на который мы ссылаемся в Библии В данном случае у нас через стихи 14-го по 30-й он видит рассказ о роде, который по группе «талант» Дальше у нас, поскольку цитаты по-разному вводятся в тексте, как мы говорили, может быть вводная фраза может не быть Здесь тоже потребуется дополнительная разметка Если цитата никак не выделена в тексте, никакой вводной фразы нет, то опять же у нас остается базовая разметка Начало-конец цитаты и указание источника Если есть какая-то вводная фраза общая, в данном случае «яко же и пишется», то мы эти слова автора, условно говоря, выделяем отдельным тегом И ставим атрибутип «автор» Авторские слова у нас могут быть в начале цитаты, как здесь, в конце, в середине стоять Это для нас не важно, главное, что мы вот этим тегом авторскую речь выделили Все остальное, что осталось за пределами тега «сех», все является цитатой И последний вариант, когда у нас есть указание на источник Сказано, кто изрек эту цитату Светлый учитель, славный Павел Вот и я От слова «павел» мы, опять же, выделяем дополнительным тегом «сех» И здесь мы указываем тип «спикер» Говорящий, кто произнес эту цитату Это нам помогает ориентироваться в источниках цитата Таким образом, когда мы размечаем все цитаты У нас получаются два блока Текст и GTI, в которых размечены все цитаты И у нас получается два файла Со списками цитируемых фрагментов из Библии или из других источников Дальше, для дальнейшего анализа Мы используем программное обеспечение TX Здесь, во-первых, мы получаем удобный для пользователя интерфейс И можем посмотреть цитаты Вот, например, первая страница из Теонисии Глушицкого Подмечена цифрами как сноски, это цитаты Внизу в сноске указан их адрес И в дополнительном окошке открывается стих В том виде, в каком есть Библии Можно сопоставить, сравнить, насколько она точна и полна Ну, естественно, на этом возможности TXM не ограничивается Но дальше про TXM нам расскажут в картинках КОНЕЦ